...составить свои интересы и свою невиновность в судебных органах. И к другим темам арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в управляющей компанией Кировского района Жилбытсервис. Напомню, признать их банкротом требовала сибирская генерирующая компания. Основанием послужила задолженность более 59 миллионов рублей. Энергетики уверены, такие меры позволят выяснить, почему компании, входящие в структуру Жилфонд, не платят по счетам на самом деле. Теперь пристально за ними наблюдать будут до 14 декабря этого года. Отмечу вам процедуру внешнего наблюдения еще не значит, что Жилбытсервис приостанавливает свою деятельность. Компания будет функционировать в обычном режиме, как и прежде. Только контролировать все расчеты теперь будет новый управляющий. Он же проведет анализ финансовой ситуации в компании и определит возможность восстановления платежеспособности. Иски энергетиков по отношению еще четырех компаний Жилфонда пока находятся в производстве арбитражного суда.